Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем анализировать и говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс, где на ежедневной основе, в том числе и выходные, мы постим конкретные торговые рекомендации вам в помощь, чтобы вы лучше ориентировались на финансовых рынках. Сегодня еще в качестве ремарки непосредственно о отношении нашего телеграмм канала. В нем традиционно для понедельника, перед тем, как я проведу сегодня вебинар в 16.00 по московскому времени, состоится голосование, где вам будет предложено несколько тем на выбор. Та тема, которая наберет больше всего голосов, станет центральной в ходе моего выступления. Поэтому можете непосредственно поучаствовать в подготовке контента, в выборе темы, а я со своей стороны обязуюсь раскрыть содержание того топика, который будет интересен прежде всего вам. Друзья, не забывайте также оставлять ваши вопросы, это очень важно. Пишите комментарии, обратная связь, фидбэк всегда приветствуется. Это может быть и конструктивная критика, это могут быть предложения и даже просьбы разобрать какой-то актив, который пока что выпадает из-за поля моего зрения и которого я не касаюсь. Но, честно говоря, из последних инвестидей, которые я пытаюсь транслировать вам, их выбор не случайен, он сопряжен как бы с тем новостным фоном, который есть в моменте. Да и я всегда, кстати, разбираю то, что происходит с долларом, потому что, зная поведение доллара, это как одна из основных вводных для принятия торговых решений. Каким бы другим финансовым активом вы бы не интересовались и непосредственно не спекулировали, у вас, по крайней мере, будет достаточно информации, чтобы сложилось представление, сложить представление о том, что с ним может произойти с учетом корректива именно американского фундаментального фона. Ну что ж, сегодня у нас на повестке экономического календаря два очень важных выступления. Во-первых, у нас будет возможность в 10.30 по московскому времени совсем скоро, кстати, послушать, что думает о текущей ситуации Кристин Лагард, который возглавляет Европейский Центральный Банк. Евро, мы интересуемся. Пару евро-доллар я ранее рекомендовал шортить, эта сделка остается в приоритете, к евро мы еще вернемся. Что касается второго события, это выступление главы Федрезерва Джерома Паула в 19.00 по московскому времени. После заседания американского регулятора, которое состоялось на прошлой неделе, я бы не сказал, что у кого-то остались какие-то вопросы относительно того, что будет с политикой американского регулятора. Все было предельно ясно и теперь прозрачно. То, что ФРС, как мы помним, повысит процентную ставку в соответствии с ожиданиями, которые и обозначали до начала заседания американского регулятора стопроцентную вероятность того, что ставку поднимут. ФРС просигнализировал о том, что ставки будут повышаться и дальше. И, честно говоря, если вы интересуетесь этой темой, любой ответ на вопрос, сколько раз ФРС может повысить ставку до конца этого года, 5, 6, 7 раз, он изначально будет правильным, потому что никто не знает, но ориентируется на максимально практически возможное повышение ставок за оставшийся период 2022 года. Я выбрал, скажем, такой консенсус, прогноз-ожидание 6 повышения процентной ставки. И есть инструмент, как вы помните, FedWatch, который позволяет оценить, как будет меняться ключевая ставка американского регулятора за конкретный, выбранный для анализа промежуток времени. Так вот, если мы сейчас задались бы целью изучить, что может произойти с ставкой к первому кварталу уже 2023 года, то этот самый прогноз предполагает, что ставка будет повышена 7 раз, друзья, до 2,25%. Поэтому, забегая вперед, изначально, вот издалека я зашел, если вы интересуетесь долгосрочной сделкой, индекс доллара сейчас котируется на отметке 98,34. Это, по сути, даже ниже, чем мы видели курса до заседания американского регулятора. И, конечно же, что будет на вопрос, что будет с долларом дальше и стоит ли его покупать, я вообще считаю, что такие вопросы являются риторическими с учетом новостного фона. Но если вам нужен конкретный ответ, да, доллар нужно покупать, потому что чем жестче будет становиться американская политика дальше, тем, соответственно, будет больше шансов у доллара вырасти. Кстати говоря, на прошедшем заседании американского регулятора 8 членов из 9 голосующих членов отдали свой голос за повышение процентной ставки на 0,25%. Один только был против, буллард. Но он не то, чтобы не поддержал вообще само решение повышения процентной ставки, он настаивал на том, что в текущих условиях, с учетом ситуации в Восточной Европе и последнего роста цен на нефть, и роста инфляции, ставку нужно повышать на 50 базисных пунктов. Я изначально был сторонником идеи того, что ставку действительно нужно повышать более агрессивными темпами. Но я думаю, что ФРС к этому еще придет со временем. Самое главное быть вовремя, в самом перспективном, возможно, активе. На фоне предстоящих изменений монетарной политики изначально правильно открыться и ориентироваться на верные оптимальные уровни, которые по индексу доллара точно находятся в плоскости выше 100-102 пунктов уже в ближайшем месяце. Так, по поводу других финансовых активов. Нефть мы с вами покупали, потому что риск дефицита предложения, он никуда не делся, он остается актуальным. Напомню, что через две недели, когда начнется, по сути, меньше, через две недели апрель, эксперты прогнозируют, что поставки нефти из России на глобальный рынок сократятся на 3 миллиона. Это существенная доля. Причем такое сокращение будет следствием эмбарго США на поставку углеводородов, импорта углеводородов из России. Также аналогичные действия, правда, неофициального порядка других стран, которые боятся покупать российскую нефть из-за опасений экономических последствий и репутационных рисков. Но, в принципе, их можно понять, учитывая, насколько агрессивна риторика, санкционная риторика у США в целом. По поводу других факторов. Также есть риск падения спроса из-за ситуации в Китае. Но я на одном из своих последних брифингов уже говорил, что вряд ли это снижение спроса будет настолько значительным, чтобы компенсировать то сокращение предложения, которое, по сути, уже началось. И считаю, что все-таки риск дефицита предложения, он будет ключевым и превалирующим для всего энергетического сектора на ближайшее время. Котировки нефти растут, и это не просто так, друзья, потому что этот самый дефицит предложения, он мог бы быть компенсирован за счет более высоких объемов нефтедобычи со стороны Саудовской Аравии, к примеру, объемных Арабских Эмират. Но эти страны сохраняют статус-кво, Ближний Восток сейчас не вмешивается, возможно, не хочет портить отношения с Россией, учитывая, что, в принципе, организация стран ОПЕК+, участников аналитического пакта, это одно содружество. И пока объем предложения не будет повышен со стороны тех, кто может его увеличить, мы вынуждены будем говорить о вот этом риске нехватки сырья, который актуален и который уже реализуется. Goldman Sachs рекомендует покупать нефть до 120 долларов за баррель. Доллар канадец. На фоне роста цен на нефть и сильной статистики, начиная от рынка труда и до высоких данных по инфляции, я уже рекомендовал вам ждать заседания Банка Канады 13 апреля и готовиться к повышению процентной ставки. Но мы можем, друзья, заработать на росте канадца еще до самого заседания канадского регулятора, еще до 13 апреля. Тем более, что нам нужно не так уж и много. Сейчас у нас цель 1.25, а котировки в моменте 1.26 здесь. Биткоин, рынок криптовалют в целом корректируется. Снова очередная попытка покупателей утащить. Биткоин выше 43 тысяч не умчалась успехом. Рынок снова корректируется. 40 880 долларов в моменте. Я по-прежнему за короткие позиции. Золото 1927 сегодня растет. На прошлой неделе было очень много отчетов по инфляции. В еврозоне, как вы помните, она достигла максимума за все время наблюдения за статистикой в 5,9%. Исторические максимумы в Канаде в 5,7%. Ранее были максимумы за 40 лет в США в 7,9%. И опять же, это только лишь начало. В последующие месяцы будут значения и выше. И я рекомендую следить за золотом, как раз к тем активам, которые будут помогать страховаться от этих рисков. Тем более, мы также еще говорим о сохраняющейся неопределенности в плане отношений и событий в Восточной Европе. И пока не будет дипломатического регулирования конфликта, мы всегда будем рассматривать золото как актив, который в любой момент, в любую секунду из-за эскалации напряженности может выстрелить и прибавить от 3 до 5% за очень короткий промежуток времени. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии и недели. Всем пока.